Конфликтная ситуация между собственниками квартир в жилых комплексах «Краски жизни» и «Радужной» и местной управляющей компанией «Радекс» возникла из-за претензий к качеству обслуживания жилого фонда. Администрация муниципалитета инициировала встречу двух сторон, чтобы выслушать каждое мнение и выстроить объективную картину происходящего. И, кстати, я хотел бы услышать сейчас от «Радекса», сколько поступило обращение жителей, сколько мы реализовали этих заявок, какие планы у компании вообще имеются или нет, чтобы жители воочию убедились в том, что это не голословно, допустим, управление, а оно основано на неких, так скажем, плановых решениях. В свою очередь представители УК заявили, что задолженность по квитанциям составляет около 15 миллионов рублей, а на примере одного из подъездов показали результат своей работы. Здесь вы видите недавно отремонтированный подъезд. Мы заменили плитку, поменяли плитку на стене, заменили светильники, цвет выбирали совместно с жителями дома. Это они предложили такой цвет. Поменяли входную группу, положили плитку на входе. Тем временем жители заявляют о несвоевременной реакции на жалобы и заявки, а также на завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. У меня вот квартира на площади 45 метров. Зимой я заплатила один месяц 9 тысяч, другой 7 тысяч. У меня пенсия 8-9 тысяч. А вы в каком доме? Второй дом. Собственники жилья приняли решение о смене организации. Однако управляющая компания «Радекс» параллельно провела альтернативное собрание, где другая часть жителей поддержала ее работу. Чтобы исключить фальсификацию, владельцы квартир обратились в госжилинспекцию. Вы пишете заявление в госжилинспекцию для проверки соблюдения порядка проведения общего собрания по выбору управляющей компании. Вы обращаетесь в госжилинспекцию, четко подписываетесь в собственник, квартира такой-то, свидетельство о собственности такой-то. Встреча продолжалась до темноты. Большинство пришедших требовали разобраться в ситуации и позволить им сменить управляющую компанию. Платим теперь за коммуналку 10 тысяч. Да, я жил в видном, не в Москве живу, десятку я плачу. Понимаете, о чем я говорю? Дальше. У нас даже банально, доводчики на дверях не стоят дома, уже давно сданы в эксплуатацию. Однако были и те, кого работа «Радекса» вполне устраивает. Я житель 10-го дома, мы с компанией «Радекс» делали обход нашего дома, все недостатки выписывали. И я вам честно скажу, они выполняются этой компанией, она выполняет свои обязательства, но не так быстро. В связи с накалившейся обстановкой администрация муниципалитета и госжилинспекции берет эту проблему под свой контроль. Сегодня действительно руководитель госжилинспекции специально направила меня сюда, для того, чтобы увидеть и услышать мнение собственников многоквартирных домов, которые выбрали новую управляющую компанию. Сейчас идет плановая подготовка к осенне-зимнему сезону. И в любом случае, пока за управление домами отвечает компания «Радекс». Готов всячески, пока мы еще не сменились, соответственно, устранять эти замечания, участвовать в жизни дома. Но тем не менее, будет ли в дальнейшем «Радекс» осуществлять свою работу на данной территории, зависит от результатов проверки. Решение жителей является первостепенным. И после рассмотрения результатов общих протоколов, общих собраний, госжилинспекция примет законное решение.